Добрый день! И мы вновь говорим о нашем городском хозяйстве и подводим итоги нашей работы. Сегодня хотелось бы поговорить в первую очередь о хороших и знаковых событиях в нашем городе. Первым из них в сегодняшнем списке является, безусловно, новый вагон Одиссей, который мы выпускаем с наших вагоноремонтных мастерских. И чем же особенный этот вагон? А тем, что он по счету 30-й. Это юбилейный вагон, который вышел с наших мастерских. И это действительно событие. Я вам хочу сказать, что такого, в принципе, уже можно сказать, производственного масштаба не добился ни один город в Украине, тем более собственными силами. На этом мы не останавливаемся, это работаем дальше. И я напомню, наша конечная цель – это сборка уже абсолютно новых вагонов, над чем сейчас мы тоже работаем. Но развивая тему электронотранспорта, хотелось бы сказать, что со следующего года мы будем не только собирать наши вагоны Одиссей и Одиссей и Макс, но и также начнем модернизацию нашего подвижного состава без замены кузова. То есть это будут те старые добрые вагоны Татра, но только с полной модернизацией, с установкой новой транзисторно-импульсной системы, современной системы, которая позволит нам экономить 40% электроэнергии, что, безусловно, важно, которая более современная, скажем так. Так, и помимо этого мы меняем полностью салон, мы делаем это капитальный ремонт самого кузова, мы выполняем это капитальный ремонт тележек и получаем новую кабину. То есть внутри это будет новый вагон, снаружи старый добрый узнаваемый вагон Татра, всеми любимый, безусловно. И мы это получаем в существенную экономию электроэнергии. Такую модернизацию мы начнем уже с 1 января будущего года. Также хотелось бы сегодня вспомнить и наши текущие вопросы, а именно уборку улиц нашего города. Мы уже говорили о том, что мы закупаем в этом году малую технику, и что уже ведется поставка нашей КП городские дороги, и что эта техника существенно поможет на улицах нашим дворникам, а фактически где-то их и заменит. Хочу отметить, что все 10 машин, которые мы собирались закупить в этом году, уже поступили и уже находятся на балансе КП городские дороги. Также еще дополнительно 5 единиц техники мы получили в город с помощью наших это партнеров, это частные управляющие компании, которые также закупили такую технику. И помимо этого, эта подобная техника была закуплена в наше КП «Зеленпресс». Тем самым сейчас у нас уже на улицах более чем 20 единиц малой техники в городе. Помимо этого есть еще уборочная техника немного больше, которая будет это работать по дорогам общего пользования, а именно их на 22 единицы, и в итоге смогут заезжать также и в межпорталку с учетом дополнительных единиц. К чему я это все рассказываю? Уже в этом году по всем фасадам города, по всем паркам и скверам мы сможем вести механизированную уборку, что, безусловно, более качественно, что, безусловно, быстрее. Ну и, конечно, это уже необходимый атрибут современного города. Но помимо этого, эта техника также сможет зимой это посыпать наши дороги и пешеходные зоны, также и убирать снег. Взрешение, возвращаясь все-таки к электротранспорту, на перспективу, хотелось бы сказать, что мы уже вступили в переговоры с Европейским банком реконструкции и это развитие по внедрению в городе электронного билета, то есть эта работа уже началась, эта работа серьезная, и более детально мы об этом поговорим уже в новом году. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и уже подводим итоги года.